Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World. С вами я, Юрий Гемельфар. Сегодня четверг, 15 июня 2023 года, 477-й день войны путинской России против Украины, время 7 часов 42 минуты по Киеву и Иерусалиму, и мы начинаем наш традиционный ежедневный обзор новостей. Мой друг и соведущий этой рубрики, сержант Сбройных сил Украины, политик Руслан Рогованов передает всем привет. Он жив и здоров, с ним все нормально. Давайте пожелаем ему тоже всего самого наилучшего, и в выходные мы с ним сделаем совместный репортаж и подведем итоги недели. Ну а сейчас мы приступаем к нашему обзору. За первую неделю наступления, имеется в виду, с 5 по 11 июня украинские военные освободили 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Моляр. По ее словам, общая площадь взятых под контроль территории составляет 90 квадратных километров. В частности, речь идет о взятии сел Лобковая, Левадная, Новодаровка, Нескучная, Сторожевое, Макаровка, Благодатная. Также Анна Моляр сообщила о продвижении войск на Бахмутском направлении. При этом Министерство обороны России, оно не комментирует информацию об отступлении из ранее захваченных населенных пунктов и при этом делает акцент на потерях противника. И скрывается это давно и упорно. Однако вот эти реальные потери. На данный момент оккупанты потеряли 217 330 человек. И я напоминаю в очередной раз. Это только официальные потери, те, за которые Украина может отчитаться и предъявить тела. И на самом деле уже по оценкам аналитиков из Института изучения войны Соединенные Штаты и британских аналитиков из Министерства обороны Соединенного Королевства реальные потери оккупантов вдвое больше. И сейчас, вот это уже от себя добавлю, что главный нарратив российской пропаганды состоит в том, что никакого украинского наступления в принципе нет. Но мы видим, что это не так. И подтверждением является вчерашнее событие около Кременной, когда 20-я дивизия Западного военного округа два часа ждала прибытия генерала и ждала его причем на плацу. Но, как говорится, Хаймерс прибыл раньше. В результате была массовая гибель российских военных. И теперь, что называется, они на концерте у Кобзона. Речь идет вот об этом генерале. Это генерал-майор Сухраб Ахметов, который ранее командовал группировкой войск Восток и береговыми войсками 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. И я напомню вам один факт, дорогие друзья, что именно эта бригада написала открытое письмо губернатору Приморского края, в котором фактически обвинила Сухраба Ахметова в больших потерях до 400 человек в боях возле села Павловка Донецкой области Украины. Но, разумеется, в Российском министерстве обороны эту информацию, конечно же, не комментировали. Но сейчас стало известно, что по словам самопровозглашенного диктатора Белоруссии Александра Лукашенко в Белоруссии передано ядерное оружие. Как он заявил Скобеевой, я Путина уже не просто просил, а требовал, верни мне ядерное оружие. И, по его словам, Беларусь пытаются порвать с 2020 года, но против страны, которая обладает ядерным оружием, никто воевать не станет. Друзья, посмотрите 57 секунд этого шедевра. Пусть враги, Оля, трепещу. Целью мы были всегда, нас порвать на куски. С 2020 года хотели. Против ядерной страны, страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал. Я Путину, когда, я не просто его уже просил, я уже требовал, верни мне ядерное оружие. Так вот, я ему говорю, ну ты мне вот сюда, в Полонез, впихни ядерное оружие. Мне говорят, нам легче, легче поставить. А тогда надо поставлять, потому что мы видим ситуацию. А какая договоренность? Слушайте, если начнется война, я что, буду смотреть по сторонам? Да нет. Снял трубку, где бы он ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку в любой момент. Даже вот сейчас. Поэтому, ну что тут за проблема с согласованием нанесения какого-то там удара? Это не вопрос. Против страны, которая обладает ядерным оружием, никто воевать не станет. Но я, во-первых, хочу напомнить белорусскому диктатору то, что ядерные державы воевали и даже терпели поражение. И Соединенные Штаты во Вьетнаме, и Китай во Вьетнаме, и Советский Союз в Афганистане. Но, с другой стороны, я так понимаю, что Лукашенко очень тонко троллит Путина, который, я напоминаю, полтора года уже рассказывает на то, как неядерная Украина на него собиралась напасть. Но я напомню другое, что передача ядерного оружия другой стороне является нарушением абсолютно всех международных правил, конвенции уставов ООН всех договоренностей. Поэтому у меня создается впечатление, что ничего туда не передано. И с одной стороны. А с другой стороны, разумеется, кнопку управления никто не передаст. История знает массу случаев, когда ядерное оружие было размещено на территориях других стран. Однако управление никто не передавал. Так что, дорогие мои, успокойтесь. И никогда Путин не применит ядерное оружие. Мы к этому сегодня еще подойдем. А сейчас я хочу напомнить, что на России все, как говорится, стабильно. Я думаю, что главная электростанция Ростовской области загорелась после взрыва. Но что могу сказать, дорогие друзья, стабильность наше все. Понятно. Но также я напомню, что Европарламент, он признал разрушение россиянами Каховской ГЭС военным преступлением. Депутаты осудили разрушение дамбы в украинской новой Каховке и призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против России и направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины. И вот теперь мы возвращаемся, как я и обещал, к теме, почему Путин никогда не применит ядерное оружие. Я просто хочу обратить ваше внимание на один эпизод, что во время встречи с Z-военкорами Путин испугался стука чайной ложечки. Посмотрите, всего 7 секунд. Это, видимо, корректировка. Это, конечно, очень весело. Как его глазки-то забегали. Наверное, ему показалось, что кто-то передернул затвор пистолета. Ну, тогда, наверное, уже нужен не чемодан, а целый саквояж. Я вот, знаете, как-то представил его рожу, если бы он вдруг увидел входящую комнату людей в камуфляже с желтыми повязками на руках. Но дело в другое. Друзья мои, сейчас я говорю вам абсолютно серьезно. И буду не из первой сотни тех, кто это говорит, что деградация Путина происходит стремительно. Он совсем выжил из ума. Но вы посмотрите на его мимику. Это же мимика просто психически нездорового человека. Вы понимаете, что он переселился в какой-то свой собственный другой мир. Вот когда он заявляет, вот я приведу вам одну цитату, командир батальона, я говорю, и как себя ребята вели. Блестяще. Никто не дрогнул. Вообще никто не дрогнул. Но, правда, там был момент, когда генерал-полковник Лапин лично с табельным оружием шел впереди с солдатами. Я вспоминаю эпизод из художественного фильма «Чапаев», где Чапаев в исполнении Бориса Бабочкина, он переворачивает чугунок с картошкой, достает картошку, говорит, как командир впереди на лихом коне. Ну, понимаете, здесь я могу только сказать, что он констатировать с совершенной очевидностью, что по крайней мере один человек вот во всю эту безумную колесицу верит. И этот человек Путин. Но, друзья мои, мы много раз с вами говорили о том, что информационная изоляция, в которой катализатором является возраст, она стремительно способствует деградации. У Путина нарушено восприятие реальности. Но, друзья, вы видите, что я оказался прав, и поэтому вот послушайте меня. Дело в том, что с одной стороны вот это изменённое психическое состояние, оно приведёт к другому. Я немножечко понимаю в психологии и могу вам сказать, что его подозрительность, его жестокость и его искажённое восприятие реальности будет только возрастать. Во-вторых, на основании этого можно сделать вывод, что он будет всё больше принимать глупых и идиотских решений. Но, понимаете, его окружение тоже это понимает. И вы бы видели, ну вы вспомните рожи этих Z-военкоров, с которыми они слушали вот всю эту галиматью. И, соответственно, окружающие всё с большим скепсисом будут воспринимать всю эту потерю. Хотя уже сейчас многие из них делают достаточно серьёзные ошибки. Но что я имею в виду? А я имею в виду олигарха Олега Дерипаску, который фактически признался в похищении детей. А дело в следующем. Значит, на его официальном сайте появилась статья о вывозе 350 украинских детей с территории временно оккупированного Артёмовска на подконтрольную России территорию. Ребят, я ничего не придумываю. Эта статья была удалена, да? Вот вам. Она находится в веб-архиве. И вот вам вот вся эта статья. Рады сообщить, что фонд Олега Дерипаски вольное дело взял шерст над 350 детьми, которых вывезли из разрушенного украинскими боевиками Артёмовска. Спасённые от войны дети будут получать. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Дальше неинтересно. Но, ребята, вы поймите, что теперь Международный уголовный суд выпишет ещё и Дерипаски путёвку, как говорится, в тёплую и комфортную камеру. Ну, что я могу сказать? Соответственно, пример Олега Дерипаски он будет показательным, что для того, чтобы не совершить никаких ошибок, путинское окружение будет массово его предавать. Ну и в заключении одна новость. Я только прошу не расчеловечиваться. Дело в том, что вот эта прелестная дама, её зовут Ксения Логинова. Ей 32 года. Она была сотрудницей полиции в Нижегородской области. Почему была? Потому что она погибла от мистера Сидора. Она неделю находилась в коме в больнице на аппарате ИВЛ. И вот так получилось. Ещё раз, друзья мои, не расчеловечивайтесь мне тут не надо. И в заключении, друзья, я хочу выразить огромную благодарность. Благодарность всем бойцам Сбройных Сил Украины, всем гражданам героической Украины за ваш подвиг, за то, что вы защищаете весь мир от абсолютного беспримесного зла. Спасибо вам. Разум да перемоги. Слава Украине. До встречи, друзья. До завтра. Пока.